Привет, ребята, меня зовут Андрей Петров, и в этом видео я расскажу вам маленькую, безобидную историю о том, как у меня однажды появилась девушка. Однажды у меня была девушка. Именно так называется это видео. Однажды у меня была девушка. Три многозначительные точки. Однажды у меня были яйца, но теперь я решил стать петушком, который привлекает к себе внимание своей омерзительностью. Встречайте, Андрей Петров. Привет, ребята, меня зовут Андрей Петров, и в этом видео я расскажу вам маленькую, безобидную историю о том, как у меня однажды появилась девушка. Знаете, это не самая лучшая идея была записывать этот ролик. Я уже сейчас понимаю, но будет неправильно, да, если я его прямо сейчас закончу, так что... Ради вас, ради ваших лайков и подписок, ради того, чтобы вам было смешно, возможно. Ради вас, ребят, все ради вас. Я пришел вам рассказать эту историю, чтобы ответить просто на ваш вопрос, который вы мне часто задаете в социальных сетях. Была ли у меня когда-нибудь девушка? Так вот, рассказываю историю и одновременно вам отвечаю. Да, девушка у меня была. Но ничем серьезным это назвать вообще никак нельзя. Это можно скорее назвать издевательством с судьбой над человеком. Точнее было бы сказать издевательство над межгендерным пришельцем с планеты Нибиру. Нибиру. Потому что это все было лет в 13-14, насколько я помню. И у меня тогда был такой противный переходный возраст. Андрюха, если у тебя в 13 лет был противный переходный возраст, я боюсь спрашивать даже, как назвать твое нынешнее состояние. Ваши варианты в комментариях. Я как будто смотрю фильм Сплит в реальности. Просто ребенка переходил постепенно в подростка. Это вот такой первый, знаете, противный переходный возраст. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Нет, Андрюха, я не понимаю, о чем ты говоришь. У меня не было противного переходного возраста в 13 лет. У меня был просто переходный возраст. Как и у всех. У меня тогда был огромный всплеск гормонов. Я был сам, сам одним огромным всплеском этих гормонов. Прикол в том, что он как бы говорит с нами на близкую всем тему. Переходный возраст, проблемы переходного возраста. Он один из нас. Посмотрите, Андрюха Петров один из нас. Он ничем не отличается от вас или от меня. Обычный парень трансгендер со двора. Твой приятель. Угу. В период я начал узнавать себя постепенно. В этот период я начал интересоваться, что же такое парень и девушка. Что они там вместе делают. Андрюха, поподробнее, поподробнее, пожалуйста. Что же они там вместе делают. Мне интересно именно твое мнение. Что ты там такого увидел, что решил стать этим. Я представляю, каково сейчас этой девочке, если она вообще смотрела это видео. Если она вообще существует. Ребята со двора. У нас там было на самом деле очень много ребят. И мы все друг с другом общались. Мы бегали. Я же говорю, Андрюха обычный парень. Как ты или я. Обычный парень со двора. Гоняет мяч по вечерам. Пивасик пьет у подъездов. Выбеливает анус по воскресеньям. Все как у всех. Не помню при каких обстоятельствах. Но однажды мы просто как-то начали более тесно общаться. Я имею ввиду просто общаться. Более тесно общаться? Я имею ввиду просто общаться. Запомните этот жест. Этот жест обозначает общение на языке трансвеститов. Не знаю, зачем вам знать язык трансвеститов. И вообще существует ли такой язык. Знаете что, забудьте. Как-то раз просто мы взялись за руки. То есть взялись за руки и пошли гулять. Честно не помню, что у нас тогда вообще в головах было. Пришло сообщение от этой девочки. Я представляю, что там написано. Сука, я тебя умоляю. Побойся Бога. Не говори больше ни слова. Это было еще летом. Наши руки были мокрые. Но мы держались. Почему их руки были мокрыми? Я не понимаю. Там что, шел дождь? К чему вообще он это сказал? Ему не понравилось, что она вспотела. Что у нее вспотели руки. И после этого он решил стать заднеприводным? Что? Ой. Что это я такое говорю? Я уважаю геев. Ага. Угу. Да. Да. И да. Это вспоминать все очень стрёмно. Это очень стрёмно выглядело. Я просто в этом уверен. Но да ладно. Мне нравится его жест. Ну да ладно. Будь ты магистр Кеноби, он говорит нам. Гетеросексуальность для пидоров. Ха-ха-ха-ха. Мммм. Да. Это все наши вот детские травмы. Вот. Мы добрались до сути. Это все наши детские травмы. Потная рука девочки стала причиной, по которой Андрей Петров, обычный парень со двора, решил стать трансгендеросексуалом, трансвеститом, геем, пидором. Я не знаю, как это называется, но это не нормально. То, что я вижу перед собой на экране, это не гей. Это, блядь. Это просто что-то, что-то выше моего понимания. Ха-ха-ха. Он не смог пережить этого и решил перейти на темную сторону. На коричневую сторону, если хотите. Что мы вообще-то делаем, что мы держимся за руки и ходим. И мы типа как парень и девушка. Мне было очень стыдно. Смотрели сериал скам? Это все херня. Вот это реальный скам. Я даже иногда не знал, о чем вообще поговорить. И очень часто мы просто ходили молча. И искали слова, чтобы что-то сказать. Андрюха, я всегда в таких ситуациях с собой беру слова Рёжегова. Там очень много слов можно найти. Попробуй. Это все выглядело очень нелепо, но тогда мы считали, что это пара. Это пара. Мы парень и девушка. И да, однажды мы даже поцеловались. Не может быть. Не может быть. Вот это поворот. Я не могу в это поверить. Это немыслимо. С ума сойти. Они даже, даже в губы Прямо в губы Я не верю. Это ложь. Это провокация Это всё ради хайпа Он сказал это ради хайпа Он сказал поцеловались в губы. Я не верю Я не верю, никто не может целоваться в губы Это всё хайп, хайп Я не снимаю больше получается так Это значит в губы. Второй термин на языке трансвеститов. Поцеловались в губы. Общаемся, целуемся в губы. Образовательный контент. Я ей принес, помню, как-то шоколадку. Ей домой. Да так. Это самая грустная история о любви трансгендера и маленькой девочки. Маленького трансгендера и маленькой девочки. Сейчас очень популярна тема трансгендеров. Масс эффект трансгендеры. Реклама Pepsi. Трансгендеры. Везде трансгендеры. На ютубе трансгендеры. История любви трансгендера. Это то, что нужно сейчас аудитории. Это самый востребованный контент. Почему мне так грустно? Он принес ей шоколадку. Мне так похуй. Это всё было очень стрёмно, ребята. Да, это самая стрёмная история, которую я слышал в своей жизни. Её должен экранизировать Найт Шьямалан с МакЭвэем, да. Стремная история любви трансгендера с 13-летней девочкой в оперативном переходном возрасте. Ну, над названием ещё стоит поработать. 13-14 лет это абсолютно полный стрём. Это всё... Ребята, если вам 13 или 14 лет, мне очень стрёмно за вас. Это полный стрём. У меня внутри вот что-то было, знаете... Это точно не стропон, Андрюх. У меня было такое дикое желание с ним видеться часто при... Андрей, Андрюха, я предлагаю тебе идею для нового видео. Совершенно бесплатно. Ты сейчас пишешь этой девочке и приглашаешь её на свидание. Я даже название придумал. Трансгендер Андрей Петров приглашает на свидание свою первую любовь. Вот эту девочку. Миллионы просмотров обеспечены. Я думаю, всем будет посмотреть её реакцию. Как она отреагирует на то, что она встречалась с будущим трансгендером. Мне кажется, что у меня на тот момент были, не побоюсь этого слова сказать, чувства. Вот за что я уважаю Андрюху. Он настоящий мужик. Не побоялся. Сказал. Побольше бы таких. В перемешку с этим ещё какие-то сексуальные желания, сексуально... Что... Сексуальные желания, трансгендер Андрея, сексуальные фантазии к 13-ти летней девочке. Что? Реальные, серьёзные, детские отношения! но это не по правилам русского языка но потом всё кончилось навсегда я как-то вырос из этого Андрюха вырос из этого вот в это поэтому я очень рад, что всё так случилось что я слава богу не стал натуралом Бог Господи, спасибо тебе, что ты есть если бы не ты Андрюха, так бы я стался натуралом не вся моя история небольшая о том как у меня однажды появилась девушка если вам интересно было это слушать доставьте лайки да мне очень интересно это было слушать андрюха спасибо что рассказал я думаю многим в комментариях было интересно все заинтересованы и все об этом пишут твоя история просто до глубины души их потрясла эта история ты ты один ты должен был стать режиссером вообще ты должен рассказывать больше таких историй людям ты должен вдохновлять их двигать их направлять ты должен андрюха ты ты просто молодец просто вот спасибо тебе спасибо большое за эту историю спасибо за то что ты есть и также напишите свое мнение по поводу того почему вообще начали встречаться как вы думаете мне кажется что главная причина это все-таки гормон я думаю это не гормоны я думаю это пиздец